...поставание для того, чтобы с ней бороться. Вот мне кажется, что именно этим объясняется такая... ...та манера, которая пытается вставать Маргарита Гранбасси. Но вот не получается у нее. Приносила свои плоды в первые трех минутки, а сейчас не получается. Уже подряд три укола пропустила Маргарита, и она уже проигрывает. Со счетом 4-5 подряд три укола внесла Валентина Вицалья. Действительный укол в атаке. Опять пытается так же работать с Маргарита Гранбасси. Получилось сейчас у нее защиту ответа очень хорошо сделала итальянка, но укол был недействительный. Ну, может быть, правильно делает Маргарита Гранбасси, потому что бегать на Валентину Вицалье, предлагать ей какую-то сумасшедшую скорость, разыгрывать. Бесполезно практически. Она очень хорошо себя чувствует в такой ситуации и знает, как с этим поступать. Другое дело попробовать, может быть, такую же манеру. Так, ну вот, опять травма. Я говорила о том, что сегодня был уже такой момент о том, что Маргарита, о том, что Валентина Вицалья упала во время одного из предварительных боев. Неудачно. Что-то там с коленом у нее не получилось. И Валентина Вицалья вызывала врачей, после чего ей был наложен вот такой большой-большой наколенник. Огромный совершенно. Зафиксировали ногу, я уже говорила, от бедра до щиколотки. Валентина Вицалья испытывает, естественно, какой-то дискомфорт Валентина Вицалья в связи с этой травмой, но все равно встает и все равно фехтует. Сокращает, сравнивает, простите, счет Маргарита Грандбасси, счет равный 5-5. И 9 секунд остается в последние двух минутки. Не думаю, что девушки сейчас будут принимать какие-то резкие решения. Я думаю, разойдутся. А нет, фехтует. Наверное, просто он не видит, что время заканчивается. 3 секунды остается. Обычно не рискует такой ситуацией. Ай. Ай. Да, закончилось время, счет равный 5-5. Ну, вот это то, о чем я уже говорила. Очень медленно фехтуют раперистки последнее. Последнее время никуда не торопится. Уколов наносится мало. Посмотрите, будет длиться до 15 уколов. А у нас счет на табло всего-навсего 5-5. Хотя, теоретически, он должен был быть где-то в районе 10-11 укола. Но вот таковы реалии сегодняшнего дня. Слишком велика ценность каждого укола. Это раз. На вторых, немножечко изменились правила. Это два. Для того, чтобы уколоть, нужно сейчас приложить достаточно серьезные усилия. И дело не в том, укол как весил 400 граммов. Ну, что значит весил? Для того, чтобы уколоть, для того, чтобы загорелся фонарь, нужно приложить усилия, равные 400 граммам. Именно вот столько нужно, столько весит вот этот маленький наконечник, который находится на конце рапиры. Но дело в том, что изменили там устройство этого наконечника. И для того, чтобы уколоть, нужно не просто вот тыкнуть, так скажем, в своего противника. Нужно именно уколоть, и должно быть время для того, чтобы аппарат зафиксировал этот укол. Из-за этого, в общем-то, достаточно рапирное фистование остановило, стало более медленным. Потому что нужно время, нужно быть уверенным, что ты этот укол самый нанес. Просто так бросить руку, как говорят фистовальщики, в надежде, что попадешь, не попадешь, загорится, не загорится. И сейчас уже такого практически не встречается, как в женском, так и в мужском фистовании. Не могу сказать ничего про женское, оно практически не изменилось в связи с этим изменением. Мужское, конечно, пострадало. Уснизились скорости, ушла зрелищность. Ну, в общем, можно сказать, что не очень это хорошо для мужчин. Последняя трехминутка у нас началась. Как я напомню, мы смотрим финал чемпионата мира, который сегодня проходит в Турине. Сегодня стартовал в Турине, в Италии. Золотая медаль сейчас разыгрывает две итальянские рапиристки. Валентина Витцали и Маргарита Гранбасси. Пока в среде будет Валентина Витцали. Она слева на ваших экранах, справа Маргарита Гранбасси. Недействительный укол. Опять недействительные уколы. Ну что, активизироваться пора уже Маргарите Гранбасси. Хотя, может быть, и нет. Все-таки проигрывает она всего-навсего один укол. Рисковать еще рано. Можно подождать, понадеяться на то, что, может быть, соперница ошибется. Хотя, вот, в отношении Милтина Витцали это маловероятно. Ну вот, прошла атака Маргариты Гранбасси. Сейчас становится равным 6. 6. 6. Недействительный укол. В атаке была Валентина Витцали. Недействительный укол. В атаке была Маргарита Гранбасси. Она вообще промахнулась. А Витцали уколол недействительным. Белый фонарь горел. Ну что, не выдерживают даже зрители. Тут все-таки есть болельщики. И Валентина Витцали, и Маргарита Гранбасси. Так сначала все тихо сидели. А сейчас, в общем-то, уже надоело, видимо, людям сидеть в тишине. Хотят они как-то проявлять свои эмоции. Именно для этого они сюда, собственно, и пришли. И так слышны крики Дай Вали, сокращенно от имени Валентина. И Дай Марго, это Маргарита Гранбасси. В общем, так уже тихонечку какие-то предпочтения мы видим. Валентина Валентина Валентина. Да, совершенно одинаково двигаются реперистки. И даже и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости. Ну вот просто копирует Маргарита Гранбасси свою соперницу. Такое ощущение, что прямо специально этому училась. Интересно, не раздражает ли это Валентина Витцали? Наверное, вряд ли она сейчас об этом не думает и не видит этого. Она ищет момент для атаки. А его находит Маргарита Гранбасси. Но Ильгар Мамедов считает, что укол недействительный. Наверное, забыли реперистки о том, что можно пойти посмотреть повтор. Наверное, забыли об этом праве. Вот если саблисты сразу все запомнили очень четко и сразу стали пользоваться, то девушки совершенно... не хотят почему-то вспомнить о том, что они могут пойти и посмотреть... Ну, в смысле не они, а арбитр может пойти и посмотреть повтор. Но все-таки пауза у нас есть. Все-таки Маргарита Гранбасси не согласна с решением Ильгара Мамедова. И она просит, чтобы Ильгар Мамедов посмотрел повтор происходящего. Ильгар объясняет Маргарите Гранбасси ситуацию, о том, почему он так рассудил, почему он принял это решение. Не согласна Маргарита Гранбасси. Ну, вот тут диалог происходит между Ильгаром Мамедовым и Маргаритой Гранбасси. И все-таки Маргарита требует, чтобы он посмотрел повтор. Ну, все. Согласна, наконец-то, Маргарита Гранбасси. Инцидент исчерпан. И бой сейчас будет продолжен. 6-6 равный счет. 48 секунд остается до конца боя. 30 секунд остается до конца поединка. И прижимает свою соперницу к границе. Валентина Вицали чувствуется, готовит Тальянко атаку. Ну, посмотрим, что из этого получится. 10 секунд остается. Не знаю, пойдет ли кто-нибудь рисковать. Да, решились девушки на действие. Но никаких фонарей не горело. 7 секунд остается. Все, основное время боя закончилось. И закончилось оно со счетом 6-6. Сейчас будет объявлен приоритет. И девушки будут вставать еще одну дополнительную минуту. Итак, приоритет имеет Маргарита Гранбасси. Что это такое, я сейчас объясню. Девушки будут вставать минуту. Если по истечении этой минуты счет останется равным 6-6, то победу одержит Маргарита Гранбасси, потому что она имеет этот самый приоритет. Приоритет выбирается с помощью компьютера. То есть абсолютно нажимается кнопкой, лампочки мигают то одно, то другое. И результат останавливается на пункте спортсменок. То есть это абсолютно вот такое вот слепое жребие. Что это означает? Маргарита Гранбасси может теоретически, конечно, тянуть эту минуту, чтобы счет оставался равным. Но такого практически не бывает на практике. В Валентина Вицали, у нее задача простая. Укол просто нанести. Если счет останется равным, она проиграет. То есть ей нужно укол наносить. А для этого нужно что-то делать. Что сейчас ей делает Валентина Вицали? Пошла в атаку. Не получилось. 45 секунд осталось до конца боя. Пошла вперед опять Валентина. И остановилась. Защита ответа. И Маргарита Гранбасси. И Маргарита Гранбасси сенсационно, я бы сказала, выигрывает мировое первенство здесь, в Турине, у себя дома. Это что-то совершенно невообразимое. Кто бы мог подумать, а кто бы мог подумать, что Маргарита Гранбасси...